Ну что ж, господа, приветствую! Хайса Михаил Дихбин Финфунт Хайцих Ягальт И мы находимся в Невском районе Но Невский район Нам сегодня С маленькой печалькой приходится Покидать и впереди ждет Большая Москва Впереди ждет большая дорога Длиною в 10 часов И длинная, счастливая Непредсказуемая и удивительная Жизнь Михаила Аркадьевича Крутихина Да Чем дольше я нахожусь в каком-то определенном месте Будь это Вятка, Питер Или еще какое-то место Я привыкаю к этому месту Я привыкаю К этому городу И мне уже сложно Поднять свою задницу с дивана И куда-то вновь и вновь Переместиться в этом Прекрасном пространстве Божьего мира Но как бы там ни было Как бы ни печально было Расставание любое А любое расставание это печаль Дорогие друзья Наперекор всему этому Я продолжаю движение к цели Движение под названием Жизнь Движение к мечте По этим весенним бездорожным Ямным дорогам Ленинграда Петербурга И конечно же Трассы М10 Москва Поэтому Что мне хочется сказать Уважаемые леди и джентльмены В свое оправдание Ничего Я еду молча Я еду тихо Потому что В глубине моей Что-то В глубине моей души Что-то происходит В глубине моей души Происходит Самосуд Происходит Осуждение Или Опровержение Моих поступков Но как бы там ни было Я их всегда совершал так Неожиданно Резко Резко Повернув Пока жизнь есть Пока она еще здесь Со мной Что-то изменить Что-то предпринять Возможно я предприниматель Ребят А вот это уже не смешно Немножко все-таки грустно Друзья Да Я проспал Сегодня Подопух Немножко Но Обещаю В дороге Я снова Стану собой Взбодрюсь немножко А может быть Приунылю В общем Дети джентльмены Не будем демагогики Распускать Люни Я Покидаю Северную столицу И направляюсь В столицу В Москве Не со мной Тогда поехали Пристегните ремни Ребята Час 500 метров Съезд После восстав Поверните направо Хорошо Хорошо Я понял тебя Съезд Поверните направо Через 600 метров Держитесь левее Понял 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 тебя Морфеус Понял Идем на Москву Ребята Ламборджини Ламборджини Ребята Ламбонджири Перевозят О какая 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 красота Ламборджини Ламборджини Сколько Сколько такая тачка Стоит Ребята На черном рынке Интересно Пишите в комментах Да Мои господа Почем Ламбонджири Нынче БУ И новая Хорош Т-34 Ребята А это как называется Это какой Немецкий Вражеский Так что Догорит Ребята Да так хорошо Горит Так По-домашнему Вроде как Печь топит Либо Либо Мусор Жгут Нет Друзья Это не Булакаламская Сторона Мы Что это У нас тут Великий Новгород Где-то Здесь Новгородская Земля В общем И вот Как интересно Он Читит Там Пожарище Сейчас Попробуем Подведем Поближе Сейчас Сейчас Ребята Покажу Сейчас Нет Не отходите От экрана Ребята Не переключайтесь Исключительно Сенсационный Материал Что-то горит Блин Мы являемся Свидетелями Прямыми Свидетелями Какой-то Черезвычайной Ситуации Черезвычайной Ситуации Ух Как Димит Кочегар Маленькая Кочегарка С большим Стопником Непонятно Так Ну сейчас Попробую Окно Открыть И покажу Вам Отсюда Не видать Что там Ух Непонятно 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 Ну ничего Я не понял Ничего Я не видел Но потом Посмотрим Вместе С вами Что-то Такое Было Ну Веду Съемку Веду Автомобиль Веду Здоровый Образ Жизни Веду 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 Вдуть Вернее Фу Пошлость Хе-хе-хе-хе-хе Ха-ха Так Что здесь Танюша Положила Мне О Бутерброды Спасибо Татьяна За Прекрасные Хот-доги Это рыбная Ребята Немножко Рыбу Стал Потреблять Тут Еще Тут Поех Картошечка В мундире Как я Люблю Бананы Водичка Печенье Лучок В общем Все Как вы Любите Привал Так Скоро Будет Темнеть Не до Чего Будет Не знаю Где еду Уже Половина Пути Что Ли В общем Когда ем Я Глухи Нем И Состояние Такое Спать Сонные Прибывают Так Что Ребята Спасибо Татьяне За Перекусы За Блин Нет Как-то Все Это Не Так Я Говорю Схоти Уехал Оставил Велки Палки Все Тут Посмотрим По ситуации Может быть Вернемся Не раз Северную Столицу В общем Простите меня Друзья Если Что Не Так Пришел Пить Воду Не смог Узнать Ее Вкус Пришел Пить Воду Не смог Узнать Ее Вкус Железные Вкус 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 Ну что ж Вот и подъезжаем Называется К Москве Елки-палки Перекрыл Вот Наверху Пробки Внизу Пробки Кругом Пробки Ребята Но Но все же Столица Нам Должна Приоткрыть Двери Должна Ибо мы Едем С великой Миссией Подарить Праздник Ходорить Праздник Людям Химки Основан В 1939 У микрофона Ксения Изотова Организация по запрещению Химического оружия Поделится с Россией Результатами Расследования По делу Сергея Скрипаляна Только после Великобритании Об этом сообщил Генеральный директор ОЗХО По его словам Организация не получала Запросов от России По данному обеществе Которым отравили Эксполковника ГРУ Исследование образцов Завершится в ближайшие 2-3 недели Сергей Скрипаль Работавший на Британские спецслужбы И его дочь Юлия Были отравлены В Солсбери 4 марта Власти Великобритании Обвиняют в этом Российское государство А Россия Категорически отрицает И вывод К сожалению Не всегда нравится Читателям Хотя Казалось Они должны Были быть Рады Время Время Категор Меньше Читателям Группу В Мур Иначе Инициативы Могли быть Уже совсем Другими Иван Медведев Бизнес ФМ До момента Своего основания Что погодные условия Позволяют Сейчас Нет ни снега Ни сильного гололеда Асфальт чистый Поэтому В общем-то Без всяких таких Приключений В общем Без заносов Народ ездит Все хорошо Но Обещают Какие-то заморозки Я вот Не совсем В это верю Но Обещают Стало бы Что это будет А так В целом Весна Уже Не за горами Так что Друзья Готовьте Мангал Готовьте Шашлыки Что-нибудь Готовьте Москва Звонят Колокола Избирь А именно Любви Вот почему Во Христе Свобода Не противоречит Послушание Верь Жертвы Всему тому Чему мы обычно Противополагаем Свободу Отчего Во имя Свободы Бежит Ибо В последнем В итоге И это и есть Христианское Благовестие Свободы Только Любовь Освобождает И она Освобождает Потому Что любящий Отдает Себя Любимому Не по Принуждению А свободно Потому что Любит И свободно Его послушание И свободно Его жертвы И она Оказывается Сама Высшим Актом Свободы Познаете Истину Истина Сделает Вас Свободны Для нас Христиан Это знать Познаете Христа И увидите Свободу И поймете Что такое Свобода Узнаете Христа И отдадите Себя Тому Чему Отдался Он И в этой Отдаче Вы И станете По-настоящему Свободны Это был голос Протопрессвитера Александра Шмемана Фрагмент Архивной записи Одной из его Радиобесед Материал Предоставлен Издательством Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета Свобода Наша И свобода Ближнего Как они Сочетаются К этим Размышлениям Обращается Архимандрит Виктор Мамонт В своем Эссе Таинство Свободы Он говорит о том Что понятие Свобода Неотделимо От понятия Любви В этом смысле С необходимостью Возникает Тема любви К ближнему Но еще Один момент Заключается В том Что по мысли Отца Виктора Отношения В духе любви И свободы По горизонтали То есть Между людьми Неотделимо От отношений По вертикали То есть От отношений Человека с Богом Давайте послушаем Аудиоверсию Эссе Архимандрита Виктора Мамонтова Таинство Свободы Изборника Господь Пастерман Господь Иисус Христос Сказал Не вы меня избрали А я вас избрал Не есть ли в этом Избранничество Насилие Над свободой Человека Не я выбираю Меня выбирают Но избранничество Это призыв Господь Нас призывает К себе К вечной жизни Призыв Не есть насилие Господь ждет Нашего отклика И человек Имея внутреннюю свободу Выбирает Бога Или нечто другое К сожалению Люди в этом мире Часто выбирают Не Бога А то что ниже Бога Ищут Его даров А не самого Бога И таким образом Лишаются Самого драгоценного Высшего дара Который Господь нам дал Свободы Или иначе сказать Любви Потому что Свобода Есть любовь И без любви Нет свободы И без свободы Нет любви Из всех религий Только христианство Признают Самая насущная Наша потребность Свобода Свобода Жить без греха Покинуть темницу Страстей И стряхнуть оковы Эта свобода От греха Прощения грехов Приходит от Господа Высшая ступень Жизни человека Наступает Когда исчезает Рабская привязанность К чему-либо Тогда вся жизнь Человека Проникнута Богом Наша приходящая жизнь Тоже получена нами От Бога Как свободный Дар любви Человеку нужно Научиться Выбирать то Что освобождает Нас от нашего эго И открывает дверь К новому бытию Когда наш разум Занят всякими идеями И воля опутана Страстями То они не могут Примять Семь отноведомой Истины И высшего желания Пока я люблю Рабство Во мне не взойдут Семена свободы Пока я полом Всяких суетных желаний Я не смогу Желать Бога И Бог не в состоянии Взрастить во мне Своей свободы Потому что я узник Который не хочет На воду Я люблю свой плен Сам себя заключил В темность Желая того Что сам ненавижу Воля Божия Сеет во мне Свои семена И если бы они Укоренились В моей свободе Если бы во мне Взошла воля Божия То я стал бы Любовью Которая есть Бог А жадвой моей Была бы Радость И Его слава Бог дает нам Свободу Стать кем мы захотим Наше призвание В этой жизни Не просто быть А творить Вместе с Богом Мы свободные существа Его дети Иначе говоря Мы должны Не влачить существование А уметь Выбирать истину И уметь Приобщаться К творческой Свободе Бога Изменять не только Свою жизнь Но и жизнь Своих близких Вместе с Богом Мы должны Творить вечную жизнь К сожалению Многие люди В этом мире И находятся В рабстве У самих себя Если я раб Самого себя То мой Господин Я сам Человек Старуется Самодостаточным Выход Сменить Господина Найти Господина С большой Бухлой Вспомним Первую заповедь Господа Которая нам Говорит о том Чтобы у нас Не было Никаких других Богов Кроме Него самого У иллюзеев Было ощущение Что они Самое Свободное Существо Когда же Христос Говорил Форисеям О Духовном Замосознании Преволючан То они Этого Не понимали У них Не было Высокого Самосознания Свободы Если я Господин Сам Седы То я Рад Я Самодостаточный Человек Я живу В замкнутом Пространстве И рад Самому Седы Апустолатов Говорят Замечал Что эту Веру Нужно Показывать На делах Это Означает Что без Ближнего Я не могу Прийти к Богу И желанной Свободе Когда я Думаю О свободе Я понимаю Ее Как общение С Богом И с Ближним На расстоянии Двух Свобод То есть Невозможно Что-то Навязывать Богу Невозможно Что-то Навязывать Ближним Нужно Общаться И с тем И с другим Без всяких Препятствий Если возникает Навязанность Она становится Таким Препятствием Когда я Начинаю Что-то Требовать От Бога Или навязывать Свою волю Я теряю Свободу И унижаю Бога Бог не терпит Магических Отношений Отвергает Ветхий Завет Предлагал Идти за Живым Богом А не за Идолами Есть Есть две Свободы О которых Я уже Сказал Моя Свобода И свобода Ближнего Моя Свобода В том Чтобы мне Выйти Из рабства Самому Себе Свобода Ближнего В том Чтобы я Не стал Преградой На его Пути К Богу Это Минимум А максимум Помочь ему Во всем В чем он Нуждается Без всякого Насилия Такое Насилие По отношению К Богу Мы видим В притче О брачном Пире Когда на пир Пришел Человек Одетый Не в брачную Одежду Брачная Одежда Это редкое Одеяние Все гости Получали Ее Хозяин Щедро Давал Ее А пришедший На пир Не захотел Взять Эту одежду Тем самым Он как бы Сказал Я и так Хорош Хозяин Пира Говорит ему Друг Почему ты Не в брачной Одежде Хозяин Говорит Это ласково А он Молчит Ему стыдно Стыд Это еще Не покаяние Молчание Длится Это состояние Показывает Что человек Сам себя Заключил В темницу Ему Предлагали Брачную Одежду Звали Быть избранным А он Говорит Я и так Хорош Он Раб Потому что Смотрит На дары Бога А не на Него Самого Он Пришел На пир Поесть А не потому Что он Любит Хозяина Пира Господь Заметил Это его Состояние Не увидел В нем Любви Это отношение К Богу Было Насилием Над Богом Господь Не принимает Этого Насилия Пришедший На пир Остается Рабом И сам Себя Извергает Из общения С Богом Не Бог Его Выбрасывает А он Сам Себя Уводит От Бога Выпадает Из этого Общения Потому что Возлюбил Не то Что нужно Ему Нужно Было Возлюбить Господа А он Возлюбил То что Ниже Бога Его Дары Духовная Свобода Дарована Нам Богом Ею Нужно Дорожить Учиться Дорожить Этим Даром В самом Себе И в Других Господь Дал Каждому Человеку Полную Свободу Он Зовет Но Откликнуться Или нет На его Зов Решает Каждый Человек Сам Дар Духовной Свободы Великий Дар Божий И Ни сам Господь Ни тем Более Человек На него Благодарим Господа За то Что мы Имеем Этот Высший Дар Будем Стараться Этот Дар Не только Хранить Но и Воплощать В своей Жизни То есть Учиться Служить В любви И Богу И ближним Только Любовь Может Этот мир Преобразить И изменить К лучшему Патриарх Константинопольский Афиногор Говорил Что Человек Освобожденный От своих Индивидуальных Ограничений Находит В Боге Бесконечность Он бросается В него Чтобы стать Тем Кем он Стремится Стать Повинуясь Глубочайшему Велению Своего Существа Он бросается В него Как птица В небо И рыба В океан Нет Больше Смерти Есть Лишь Свобода Это была Аудиоверсия Эссе Архимандрита Виктора Мамонтова Таинство Свобода А вот еще Один взгляд На эту тему И взгляд В чем-то Неожиданным В текстах Выдающегося Пастора И проповедника 20 века Митрополита Антония Сурожского Встречается Такое Вражение Свобода От Обладания По мысли Пастора Человек Легко и весело Становится Рабом Окружающей Себя Жизни Рабом Того Что сам Приобретает Того К чему По выражению Владыки Антония Протягивает Щупальца И в материальном И в психологическом Плане Это не означает Конечно же Будто насыщенное Событиями жизни И блага цивилизации Все это зло Само по себе Нет Речь У Владыки Антония Идет о том Чтобы ни к чему Не привязываться С сердцем Например Пастор пишет Нам надо Освободиться От пустого И поверхностного Интереса К тому Что нас окружает Конец цитаты Это по мысли Митрополита Антония Сурожского Дает человеку Внутреннюю устойчивость И именно Этими двумя словами О заглавленном Беседе Фрагмент Аудиоверсии Которые Я предлагаю Послушать Один из элементов Рассеяния Обращенности Наружу В отрицательном Значении Этого слова Это любопытство Нелюбознательность В том смысле В каком это слово Употреблялось В шестнадцатом И семнадцатом Веках Размышление О том Что нас окружает Живой интерес К миру И к вещам Идущий вглубь А то Порхающее Любопытство Которое Прикасается Ко всему Но ни на чем Не останавливается Которое Все хочет знать Но довольствуется Немногим Поверхностным Знанием Это любопытство Состоит в желании Пройти по жизни По отношению К вещам И к людям Как мимолетный Турист Который может Вернуться домой Со словами Я все видел Я только что Провел десять дней Во Франции Или в Китае Тертулиан Где-то говорит Что открытие Бога Это конец Всякого любопытства И действительно Если понимать Любопытство Так как я его Только что Описал Ясно Что открытие Бога Это без сомнения Конец Такого Поверхностного Любопытства Этого Недостатка Глубины И подлинного Интереса Недостатка Вовлеченности В окружающую Нас Реальность Но И начало Чего-то Другого Это не только Начало Познания Бога В его существе Что лишило бы нас Всякого интереса К вещам тварным К окружающему миру К человеческим Ситуациям Это начало Нового отношения К миру А также Нового видения Это требования Глубины И внимания Это отказ Быстро Проходить Мимо людей И предметов Это солидарность Ответственное Отношение Одновременное К Богу И к тому Что нас окружает То есть Отношение Которое Можно было бы Определить Как богословское Если под богословием Понимать Знание о Боге И обо всем Им сотворенном И слово Богословие Взятое в этом смысле Немедленно Подводит нас К глубинному И до конца Ответственному Положению В вопросах Богословия Не может быть И речи О туризме Следовательно Нам надо Освободиться От этого Поверхностного И пустого Интереса К тому Что нас окружает Мы начинаем Это обращение Внутрь Которое Позволит нам Установиться В самих себе И найти Устойчивость Освобождая Одно за другим Щупальца Которые Питаются Вожделением Любопытством В отношении Всего Что нас Как будто Связывает С внешним миром Без обязательств Без ответственностью И тут Подвиг Тут Борьба И порой Свободу Приходится Завоевывать Сбоем Но без этого Мы навсегда Останемся Пленниками Если мы Воображаем Будто мы Свободно Передвигаемся Тогда как На самом деле Нас держат Десятками Десятками Незаметных Нитей Все то Что нас окружает Мы Заблуждаемся И нет Ничего Хуже Заблуждения Итак Первый Шаг К той Внутренней Свободе Которая Приведет Нас К устойчивости И миру Это Усилие В освобождении Вы понимаете Что это Не дается Легко Это Целая Борьба Долгая Постепенная Которая Должна Начинаться С вещей Простых И окончиться Вещами Сложными Трудными Святой Иоанн Златоуст Очень ясно Учит нас Этому Когда Говорит Если Хочешь В конце Концов Ничем Не Обладать Быть Свободным От Всего Начни С того Чтобы Принести В дар Богу То Что Тебе Не Нужно С Одной Стороны Чувство Потери Не Будет Выше Твоих Сил С Другой Стороны Ты Даже Не Сможешь Похвалиться И Погибнуть Через Гордость Поскольку Отдал-то Ты Нечто Тебе Ненужное Когда Освободишься От чего-то Совершенно Бесполезного Ты Обнаружишь Что Теперь Что-то Следующее Вышло На уровень Бесполезного Отдай Богу И Это И Мало Помалу Принося В дар Богу Одну За Другой Вещи Ставшие Ненужными Ты Окажешься Совершенно Свободным От Всего Потому Что В конечном Итоге Кроме Бога И Его Царства Все Не Нужно И Мне Кажется Что Если Мы Посмотрим Даже Не Особенно Углубляясь На Нашу Внешнюю И Внутреннюю Жизнь Мы Все Можем Найти Множество Ненужных Нам Вещей